Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Проведение фестивалей и культурный обмен глава Самары обсудил с корейской делегацией направление дальнейшего сотрудничества. Второй пошел на улицы металлистов и рухнул еще один балкон. Не защищает, а нападает. В Самаре забор упал на проезжающее авто. Обмен опытом и знаниями основатель Сколковского института прибыл в Самару. Зарекаются от тюрьмы. В 15-й колонии открыли центр реабилитации осужденных. В Москве состоялось заседание Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности под председательством президента России Владимира Путина. Участие в нем принял губернатор Николай Меркушкин. Основной блок вопросов был связан с жилищным строительством и поддержкой этой сферы. Также затронули тему ценообразования в отрасли, сокращение административных барьеров. Президент отметил, что строительная отрасль – стратегическое направление социально-экономического развития страны. Это один из самых динамичных и перспективных сегментов рынка. За последнее время в строительстве удалось добиться чуть ли не рекордных показателей. В прошлом году в эксплуатацию ввели 85 миллионов квадратных метров жилья. На 20% стало больше жилья эконом-класса. Увеличить рост объемов жилья во многом помогло ипотечное кредитование, над развитием которого продолжают работать. За последние пять лет именно этот инструмент позволил обеспечить рост объемов ввода жилья на 60%, а по объемам эконом-класса на 90%. Ипотека – это мощный двигатель жилищного строительства. И правительству совместно с Центральным банком, безусловно, нужно искать пути снижения ставки по таким кредитам. Искать новые механизмы привлечения финансовых ресурсов в ипотеку. Также члены Госсовета обсудили вопросы долевого строительства и усиления роли архитекторов в регионах и их подчинения непосредственно губернаторам. Подробнее об итогах заседания мы расскажем в наших следующих выпусках. Специалист с мировым именем, президент, основатель Сколковского института науки и технологии Эдвард Кроули посетил Самарский объединенный университет. В начале дня он встретился с ректором вуза. После профессор аэронавтики, астронавтики и инженерных систем прочитал лекцию для студентов. Что значит визит именитого ученого в Самару, выяснила Валерия Макарова. Эдвард Кроули широко известен своей научной работой в области космических технологий, которыми он заинтересовался еще в школе. Он является президентом-основателем Сколтеха, первого российского вуза инновационной направленности. По его мнению, уровень образования в ведущих российских университетах сравним с лучшими зарубежными образцами. Однако до сих пор он не так узнаваем. Важный элемент трансформации – ведение лекций на английском языке, использование его в научных публикациях. Российские университеты должны трансформироваться в университеты 21 века, больше сотрудничать с компаниями, которые занимаются новейшими разработками. Профессионально мы разговариваем на одном языке, признается журналистом ректор Самарского вуза Евгений Шахматов. Эдварда Кроули, который входит в наблюдательный совет университета, здесь ждали давно. Такой специалист может критически оценить работу вуза и подсказать, в каком направлении развиваться. Первые договоренности уже есть. И вот те возможности, которые в Сколтехе и у нас, мы договорились объединить по ряду направлений. Это связано и с возможностью использования ресурсов в Минобранауке России, других министерств и компаний государственных, которые заинтересованы в таком сотрудничестве. Эдвард Кроули провел в Самарском университете один день. Ему показали лабораторию виброакустики, проектирование наноспутников и Центр управления полетами малых космических аппаратов Аист. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Корейские музыканты на фестивалях в Самаре, самарские школьники на учебе по обмену в Корее, а также новые туристические маршруты. Все это перспективы ближайшего будущего. Сотрудничество с городом Тханьем обсудили в администрации Самары. Делегация из Южной Кореи приехала по приглашению Олега Фурсова. Планируется, что в июне на форуме в Уфе будет подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве Самары и южнокорейского города. Среди направлений в первую очередь культурные связи. Корейская сторона предложила организовать на фестивалях в Самаре площадки, где будет рассказано об азиатской культуре. В планах концерты самарских артистов в Корейской республике. Также корейцы хотят отправить на стажировку в Самару своих муниципальных служащих и сами готовы рассказать о своем опыте управления городами. Не оставят без внимания и возможность развития туризма в Тханьем, в корейском городе-курорте, расположенном на островах. Мы, безусловно, приложим все усилия, чтобы в Уфе было подписано соглашение о нашем сотрудничестве. Уже сейчас, до подписания соглашения, я полагаю, возможным обменяться информацией о графике культурных мероприятий в наших городах. Мы хотели бы рассмотреть возможность и более тесного экономического сотрудничества. В этом году у нас откроется большой фестиваль. Нам бы хотелось увидеть там коллективы народного творчества из Самары, чтобы наши жители узнали, что такое русское искусство, что такое Самара. Культурный обмен открывает окно друг к другу. Если мы наладим хорошие отношения в этой сфере, за этим последует и экономическое сотрудничество. Самара готовится к большому историческому празднику. 18 мая указом правительства области был утвержден День Самарского знамени. Русско-болгарской дружбе уже 140 лет. И в братской Болгарии многие годы празднуют День освобождения от Османской империи. Жители чествуют память героев и болгарских, и самарских. Материал Марианны Мирной. ПЕСНЯ Как извилистая река растянулся по улицам Старозагора национальный болгарский флаг. 300 военнослужащих и тысячи жителей прошли парадом за свободу к мемориалу в честь Самарского знамени в Старозагоре. День освобождения Болгарии от Османского ига – официальный праздник республики. Теперь и в Самарской области есть подобная дата – День Самарского знамени. Указом регионального правительства утвержден 18 мая. Русско-болгарские отношения имеют глубокие исторические корни. 140 лет назад самарские солдаты помогли болгарским ополченцам в их борьбе с турками. Желание мира во всем мире по наследству передавалось из поколения в поколение. На меня произвело очень сильное впечатление, самое важное, что советские люди, что куйбышевцы, думают о мире. Они хотят жить в мире. Это кадры 1984 года. Делегация из города Побратима Старозагоры посетила куйбышев. Его заводы, музеи, сельскохозяйственные производства. Дружба между народами стала настолько крепкой, что в Самаре появилась улица Старозагора. Один из ее строителей, Виталий Симонов, вспоминает, какими стахановскими темпами шла работа. Три смены, без суббот, без выходных, и растут этажи на глазах. Например, я вспоминаю 31-й квартал, мы пришли туда где-то в конце мая и в начале июня, а в декабре уже ввели 10 домов. Сегодня улица Старозагора – это одна из жемчужинок Самары. Много зелени, сквер, инфраструктура. Огромная мозаика напоминает людям о том, что дружба между двумя странами была, есть и будет. В Болгарии этим напоминанием служит холм, на котором добровольцы получили боевое крещение в битве с армией Сулеймана Паши. Мариана Мирна, События. Отопительный сезон закончился, но только для граждан, для коммунальных служб города он только начинается. На совещании у первого заместителя главы Самары Владимира Василенко обсудили вопросы подготовки к следующему сезону. Проблемы доставляют изношенные тепловые сети и водоводы. На пересечении улиц Полевое и Молодогвардейской сейчас ведется ремонт крупной магистрали. Городские коммунальщики обещают закончить его уже на этой неделе. Много вопросов остается по бесхозным участкам трубопроводов. Из-за этого осенью порой возникают проблемы с подключением домов к теплоснабжению. Владимир Василенко поручил разобраться со всеми бесхозными трубами до конца лета, чтобы все системы были отремонтированы и подготовлены к отопительному сезону. Кроме того, первый замглавы города фактически запретил коллегам уходить в отпуск в период подготовки и вплоть до тех пор, пока все дома не будут подключены к отоплению. Ремонт теплосетей на улице Полевой для двух автоледи чуть не оказался роковым. Металлический забор, которым сотрудники предприятия теплосети оградили зону ремонта, не выдержал порыва ветра и упал прямо на проезжающие мимо автомобили с сидящими внутри женщинами и детьми. Репортаж Марины Матвейшиной с места событий. Экстремальное начало дня. Два автомобиля на перекрестке Полевой и Молодогвардейской внезапно оказались под рухнувшим металлическим забором. Алла Иванова ввезла детей в школу, когда машину накрыла металлическим пластом. Стоишь на перекрестке, смотришь на движение, которое тебе навстречу, и тут вдруг на тебя начинает рушиться забор. Дети напугались, конечно. Следовавший за джипом автомобиль также попал под удар. Передо мной РАВ-4, я увидела, что на нее он ложится, и он также лег на мою машину. Мы, естественно, там завизжали, заорали, выскочили, и забор сложился, как карточный домик. То есть, благо там, что никто не шел, там, я не знаю, ни люди, ни велосипедисты, потому что забор тяжелый. Вот РАВ-4 меня, можно сказать, спасла своим этим вот кузовом, потому что меня бы он просто смял. Мгновенно после ЧП на улице стала собираться пробка. На перекрестке улицы Полевая и Молодогвардейская парализовано движение. Машины стоят также и на параллельных и поперечных улицах. Внезапно упавший металлический забор преградил путь не только двум автомобилям, но и еще нескольким десяткам машин. Металлический забор появился на перекрестке только этой ночью. Рабочие предприятия тепловых сетей воздвигли его, чтобы провести работы со вскрытием на проезжей части. Схема, говорят, согласована заранее с ГИБДД, а запрещающие автодвижения и знаки были расставлены заранее. Вообще на этой перекрестке, согласно расставленных ночью знаков, ездить было нельзя. Водители поехали, и такое получилось. То есть они сами дырновались, по сути? Ну, здесь много факторов сложилось. И сквалились пары ветра, и, возможно, не надежно закреплены были эти ограждения, не выдержали сквалились пары ветра. Но движения здесь сегодня с утра быть не должно было быть. В ситуации будут разбираться представители ДПС. Пока они фиксируют детали и составляют протокол, сотрудники ПТС восстанавливают ограждения. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. В затяжной конфликт с управляющей компанией «Жил Универсал» оказались втянуты жильцы дома 12 по проспекту Металлургов. В начале весны у них обрушился балкон. Управляющая компания демонтировала аварийные плиты, но восстанавливать их не торопится. Найдется ли компромисс, или жильцам придется ремонтировать дом за свой счет? В проблеме разбирался Андрей Трой. Когда рушится часть фасада или балкон, это определенно ЧП. Однако жители дома номер 12 по проспекту Металлургов никакого аварийного ремонта не видят уже несколько месяцев. В марте этого года прямо на тротуар обрушилась балконная плита. Из всего ремонта был проведен только демонтаж аварийных балконов. На этом решение проблемы экстренного капитального ремонта остановилось. В марте месяце представители жил Универсал, наняв подрядчика, незаконно демонтировали три балконных плиты по фасаду по улице проспекту Металлургов 12. Фактически они перед нами ставят условия, выставляя достаточно весомые суммы за демонтаж балконных плит, но, как говорится, без их восстановления. То есть хотелось бы сохранить целостность здания, хотелось бы, чтобы плиты балконные были восстановлены, те плиты, которые еще не демонтированы, усилены и фактически были бы нормальные условия для жильцов. Представитель управляющей компании жил Универсал присутствовала на общедомовом собрании. Правда, от комментариев она отказалась и, как только собрание закончилось, поспешила удалиться. Все, что было сделано до сих пор, установлены ограждения и предупреждающие надписи. Пока проблемы жителей дома номер 12 по проспекту Металлургов решает вот такая вот ограда вдоль фасада, которая лишь теоретически защищает прохожих от падения балкона. А вот с других сторон дома, в том числе и во дворе, никаких предупреждающих надписей, тем более ограждений нет. А ведь если вот такая плита в башка попадет, мертвый будешь уже на все 100%. Жители намерены добиваться капитального ремонта здания, поскольку балконы – это не единственная проблема дома. Течет крыша, разрушаются фасады от мостка. У подъездов нет ни одного целого крыльца. Капитальный ремонт нашему дому нужен, ну, одному из первых. То есть он должен стоять в первых вообще там списках, в первых, прям в ближайшее время это капитальный ремонт. Потому что дому нашему, он по стройке 54-го года. В городской администрации, как выяснилось, о проблеме знают и готовы решать вопрос совместно с собственниками жилья. Мы владеем этой ситуацией, но еще раз повторяю, да, сегодня действия, первые шаги должны делать собственники имущества своего. И в лице МКД, то есть по всему алгоритму, кто там, есть две квартиры муниципалитета, участвует должен муниципалитет. В львиной доле это если физические лица, значит физические лица в лице собственников квартир. Вот, исходя из этого, нужно выстраивать все взаимоотношения. Между тем, по закону балконы считаются элементами перекрытия и частью фасада. То есть за ремонт должна отвечать управляющая компания. А вот перила уже собственность граждан. Найдут ли жители и коммунальная контора компромисс, покажет время. Андрей Трой, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других темах дня. Будет на срок до 10 лет. Со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Автоваз выпустит женскую версию «Лада». Планируется, что машина будет отличаться более эффективной тормозной системой, улучшенными аэродинамическими компонентами и подвеской с повышенной устойчивостью. Серийное производство новую модель планируют запустить в июне. Цену новинки огласят перед стартом продаж. Из Самары в Геленджик прямым авиарейсом. Аэропорт Крумыч анонсировал открытие еще одного южного маршрута. Он будет работать с 18 июня. Как говорится в сообщении аэропорта, пассажиров будут перевозить и в Геленджик, и обратно на комфортабельных самолетах-бомбардье по субботам. Вылет из Самары в 16.20. По плану, в таком режиме рейсы будут выполняться до 10 сентября. В Самарской области растет детский травматизм. С начала года зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых 2 несовершеннолетних погибли и 134 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост всех показателей. На 17, 100 и 20 процентов соответственно. Заблудился в каменных джунглях. Жители Самары заметили на улице лосенка. Животное бродило в районе 9-й просеки. Очевидцы сообщают, что лосиха с лосенком переплыли в Волгу. Затем мать уплыла назад, а лосенок остался в городе. На поимку Сахатова отправились сотрудники департамента охоты и рыболовства. Искусство быть свободным – целая наука. Ежегодно в России из мест лишения свободы выходит порядка 250 тысяч человек. Но после отсидки найти свое место в жизни и адаптироваться в свободном обществе могут не все. Воспитывать в уголовниках законопослушных граждан, готовых к компромиссам, теперь будут в Самарской 15-й женской колонии. Там открылся первый в губернии реабилитационный центр. Подробности в репортаже Павла Баймакова. Ванная комната, спальня, кухня – обстановка максимально приближенная к домашней. Именно в таких условиях, уверены, специалисты должны находиться те, кому вот-вот предстоит выйти на свободу. Елене Поляковой до освобождения всего шесть месяцев. В колонии женщины уже два с половиной года. Но даже за это время, по ее словам, отвыкла от привычной вольной жизни. Психологическое восстановление и ресоциализация осужденных – одна из важнейших задач нового центра. «Аврора» – так он называется. С этого дня в течение полугода здесь будут находиться 24 человека. До последнего звонка с осужденными будут работать четыре специалиста. Будут там работать с ними и психологи, и социологи, и медицинские работники. Может, даже стилистов пригласят, чтобы женщины вспомнили, как они должны выглядеть. Самое главное, чтобы человек, который выходит из заключения, стал нормальным человеком. Чтобы мы не боялись за то, чтобы наши дети ходили по улицам. Чтобы мы сами вечером могли ходить спокойно по улицам. На сегодняшний день в 15-й женской колонии содержится 518 осужденных. Возможность попасть в реабилитационный центр есть у каждой. Но для этого им необходимо доказать, что они исправились и готовы к компромиссам с обществом. Начальники отрядов, которые постоянно работают в отрядах со спецконтингентом, готовят списки. Работают на протяжении нескольких месяцев с осужденными. Мы смотрим на длительность правопослушного поведения. Потом комиссионно всеми сотрудниками учреждения рассматриваем их на комиссии, беседуем и решаем. Об эффективности работы реабилитационного центра можно будет сказать уже через полгода, когда первая группа осужденных будет готова к выходу на свободу. Но положительный опыт уже есть. Всего в России при колониях работают 12 подобных реабилитационных центров. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Играть, веселиться и отдыхать строго по расписанию. С 1 июня в Самаре заработают пришкольные лагеря. У родителей еще есть время написать заявление, чтобы дети были под присмотром учителей-воспитателей. Как идет подготовка к летней оздоровительной кампании. На примере 16-й средней школы узнала Марианна Мирная. Маша Нарижная заканчивает первый класс и с нетерпением ждет 1 июня, чтобы отправиться в школьный лагерь. Вместе с мамой проверяет сцену в актовом зале. Девочка собирается участвовать в конкурсе талантов. Каникулы, конечно, хочется, говорит Маша, а вот прощаться со школой, пусть даже на лето, нет. Я не хочу расставаться с друзьями. Мне очень нравится ходить в школу и не хочу расставаться со своими любимыми учителями. Каждое утро ребенок с большим желанием и интересом бежит в школу, приходит с массой эмоций, впечатлений. За это хочется сказать огромное спасибо учителям, что они относятся к нашим деткам как к своим собственным. В 16-й школе лагерь будет работать с 1 по 28 июня. Практически все кабинеты будут оборудованы под спальные комнаты, игровые и творческие классы. Спортивный зал, в котором мы проводить будем различные спортивные мероприятия. У нас приглашены на каждый день обязательно гости, которые будут ставить нам спектакли. 170 ребят начальной школы целый месяц будут играть, ездить на экскурсии, смотреть фильмы и заниматься спортом. Трехразовое питание и дневной сон тоже помогут в оздоровлении юных школьников. Несмотря на каникулы, посидеть за партами ребятам в лагере все же придется. Но не в качестве учения, а в качестве развлечения. Их ждет конкурс рисунков. В конце июня жюри подведет итоги. В стенах 16-й школы ждут и старшеклассников со всей Самары на двухдневный краеведческий лагерь имени Михаила Челышева. Оба лагеря для учеников бесплатны. Работа лагеря бесплатна. Государство осуществляет такую очень важную и серьезную работу в летний оздоровительный период. Но те мероприятия, которые проходят, они бывают и на оплатной основе, если это выезд куда-либо. Это и бесплатные экскурсии, это и бесплатные все мероприятия, спортивно-оздоровительные игры. Всего этим летом в Самаре будет работать 170 пришкольных лагерей. Почти 13 тысяч ребят посетят их за время оздоровительной кампании. Мариана Мирная, Илья Овсяников, Константин Головин. События. Подарок для ценителей хоровой православной музыки. В Самаре прошел первый межрегиональный фестиваль духовной музыки «Пасха над Волгой». Звучали и классические произведения, и современные, написанные в наши дни. Исполнялись именно духовные песнопения. Однако выступить здесь мог и церковный, и светский хор. В фестивале приняли участие 22 коллектива из Самарской области, Пензы и Ульяновска, Сызрани и Тольятти. Всего более 400 исполнителей из духовных семинарий, музыкальных училищ, колледжей и вузов. Фестиваль такого масштаба проходит в Самаре впервые. В этом году, если все сейчас пройдет гладко, то я думаю, что в следующем году, да, конечно же, фестиваль растянется уже на два-три дня. И уже в рамках фестиваля мы будем проводить и концерты, и мастер-классы, и встречи, и так далее. Новости спорта в эфире. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Дзюдоисты завоевали три медали на Кубке Европы. Баскетболисты Самары стали победителями международного турнира. Тольяттинские гандболистки, вторые на первенстве России. Тольяттинские гандболистки спортшколы «Олимп» стали вице-чемпионами на первенстве России. В Ростове-на-Дону на финише турнира в золотом матче они уступили краснодарской команде со счетом 21-28. Это четвертая медаль по итогам соревнований у Тольяттинской спортшколы. Более юные спортсменки завоевали золотые награды. Мемориал Кордопольцева выиграли в Челябинске юниоры баскет-клуба «Самара». Второй год подряд им улыбнулась удача на этом международном турнире. Отмечу, на этот раз самарская команда выиграла все матчи баскетбольного дерби. Восемь самарских дзюдоистов в составе сборной России удачно выступили на Кубке Европы. Конкуренцию им составили 18 стран. Первое золото на счету Анастасии Павленко. Серебряную медаль завоевала Валентина Костенко, а бронза у Дарьи Межецкой. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. 18, 20 и 21 мая в музеях и галереях Самарской области пройдет традиционная акция, посвященная празднованию Международного дня музеев. Главной ее темой станет год российского кино. Посетители особняка Курлиной смогут побывать по обе стороны экрана и сняться в кино. Литмузей готовит детскую программу «Не ночь в музее». С 17 часов там будут ждать маленьких посетителей, а после 8 вечера – взрослых. И я на этом с вами прощаюсь. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...